В Слободзейском районе с помощью коптера вчера искали, кто жжет мусор в частных дворах. Сотрудники милиции поднимали его в середине села и смотрели, где задымление. А коптер сразу фиксировал нарушения для протокола и штрафа. Подробности далее в сюжете. Первый дым от костра милиционеры засекли в огороде частного дома в Чебручах. Прямо по улице, примерно второй дом от угла, в огороде горит костер. Снова поднимаем дрон уже для съемки над территорией двора. Максимальное приближение к костру. Видно, что горит куча сухой травы. Это нарушение, говорит милиционер. Запрещается сжигать сухую траву, бытовой мусор и тому подобное. Разрешается в целях приготовления пищи, компотов, разжигать костры, но используем только дров. Дровами и закатками в этом случае даже не пахнет. Урожай с огорода, видимо, недавно убрали. Ботву собрали в кучу и решили сжечь. Хозяин участка, вероятно, планировал остаться незамеченным. Когда на пороге уже стоит сотрудник милиции, мужчине ничего не остается, кроме как признать вину и согласиться на составление протокола. Перед этим, чтобы хоть как-то потешить свое эго, решил пригрозить нашему оператору. Этот с камеры, сейчас я его сниму. Сотрудник МВД разъясняет права. Если кто-то попался с костром впервые, то отделается предупреждением. А вот если повторно, придется заплатить штраф. От 360 до 1100 рублей. Сумма достаточно крупная, говорят милиционеры. Зато те, кто заплатил однажды, во второй раз практически ничего не жгут. Ищут другие способы, как избавиться от мусора. Существуют дробилки, чтобы данные отходы растительного производства передробить и рассыпать в качестве удобрения по огороду. Твердые бытовые отходы, либо пакеты, пластиковые бутылки, остатки сухой травы, также можно собирать в мешки. И при заключенном договоре на вывоз твердобытовых отходов, представители спецавтохозяйства, ЖКХ забирают данные мешки. Вряд ли дробилку может себе позволить каждый, но вот закупить мешки для мусора однозначно дешевле, чем заплатить штраф, говорят милиционеры. Такие рейды с дронами они проводят часто. Сейчас жарко и в такую погоду сжечь сухостой опаснее всего. Иногда в дежурную часть звонят и жалуются соседи, которым надоел дым соседнего участка. Вот мастер, бред, бред. Где? Не знаю, попросил сообщение в дежурную. Можно прийти посмотреть. В этот раз владельцы дома даже захотели доказать, что костра у них нет. Вот, мол, есть следы от костра, но это еще с прошлого года. Сейчас ничего не сжигали. Как? Давно. То есть ранее костер сжигали? Это в прошлом году. На фотографиях виден силуэт мужчины на фоне дыма, но хозяин дома стоит на своем. Уверяет, чисто физически не мог недавно быть в огороде. Я не знаю, ну что. Я таксист, я только приехал домой. Жалобу соседки списывает на месть. Сам говорит со всеми соседями дружу, а вот с этой конкретно не задалось. В итоге милиционеры предупредили мужчину об ответственности и поехали искать костры дальше. До вечера составили еще пять протоколов. Александр Большаков, Леонид Мостак, ТСВ.